здравствуйте дорогие друзья приветствую вас в эфире канала новый мир и у нас как всегда вечером после битвы экстрасенсов идет пост-шоу экстрасенсы новый этап я хочу сегодня принять максимальное количество ваших звонков меня зовут фёкла я участница 18 сезона и я хочу чтобы вы прямо сейчас начинали звонить ко мне прямой эфир в студию это прямой и живой эфир из россии вы можете позвонить по телефону плюс 7 499 677 1793 из украины по телефону плюс 38 094 700 1141 13 видите эти телефоны внизу экрана из германии по телефону плюс 49 211 946 241 51 у нас есть с вами ровно час для общения для того чтобы я могла ответить на ваши вопросы трудные времена всегда очень важно получать самые важные самые сокровенные ответы и сегодня я буду не одна сегодня у меня в гостях мой коллега и я хочу если можно сейчас вывести на экран эпизод с его участием в одной из серии будьте добры да выводите пожалуйста и уже со мной в студии а вот жеец африканской магии поздоровайтесь с нашими зрителями рад тебя видеть я тоже тебя видеть рад видеть вас дорогие телезрители благодарю за приглашение я смогу ответить на все вопросы и да я хочу чтобы вы сегодня пользовались этой возможности задавали нам с або ваши вопросы достаточно четко ясно и максимально быстро я хочу чтобы мы сегодня успели ответить на большое количество звонков из германии плюс 49 211 946 241 51 из россии плюс 7 499 677 1793 из украины плюс 38 094 700 1141 13 не теряйте уникальную возможность задать ваш вопрос прямом эфире участникам 18 сезона битвы экстрасенсов феокли и а вот скажи мне тебе тоже запомнилась эта серия наверное про 7 грехов и этот прекрасный в своем чудачестве роман я смотрю ты тоже пошел против правил и пошел прямо к этому человеку да иногда для того чтобы эффективно решить вопрос приходится идти против правил прямая дорога бывает чаще наиболее короткой да но нужно нужно быть готовой к прямой дороге да да она не всегда бывает удобной и не всегда бывает легкой если вы сейчас на своем пути на своей дороге встретите какое-либо препятствие либо у вас есть какие-то сложности в жизни смятение в душе возможно вы не можете решить свою любовную коллизию возможно у вас сейчас не понимание как вам дальше действовать в вашем бизнесе что будет с вашей работой с вашими финансами или с вашим здоровьем с вашей жизнью пожалуйста задавайте ваши вопросы по телефону который видите внизу экрана и я жду ваши звонки пока я смотрю ты как всегда со своими помощниками со своими инструментами я по-прежнему с ясновидением картами таро скажи мне пожалуйста на сегодняшний день твой путь продолжается ты растешь и динамика твоя мне абсолютно очевидно скажем так несомненно потому что аво означает тайна суть нашего пути и восприятие мира это непостижимая тайна которую мы постигаем но на самом деле мы никогда не постигнем поэтому любой практик нашей традиции у нас уже гость здравствуйте я слушаю вас мы с авой готовы отвечать на ваш вопрос как вас зовут с чем вы к нам здравствуйте анна здравствуйте анна анечка мы слушаем вас какой вопрос у вас у нас с мужем все плохо и мы наверное дойдем до развода а скажите пожалуйста имя вашего супруга имя его мамы и вашей мамы это а вам нужно для просмотра и конкретно вопрос разводиться ли вам или что как звучит вопрос да вот разводиться или не разводиться я бы для начала хотел спросить об этом думаете только вы или ваш супруг как-то тоже об этом думает или вот беспокоитесь о браке только вы скажите как вам сказать мы в ссоре постоянно говорим давай разведемся и оба говорим давайте так разводиться или не разводиться это ваша ответственность я могу только подсказать на данный момент что более благоприятно вот так вот как видят духи а вот окончательное решение это будет только за вами как имя мамы не услышал а не имя ваша мама мама наталья анна наталья с со своим текущим супругом если вы все-таки приняли решение разводиться сейчас благоприятное время для этого да это скажем так сейчас такой шаг будет благоприятен как это отразится далее на вас это уже нужно во-первых делать более детальную диагностику во вторых вероятно я оставлю свои пять копеек то есть ответ а вот вам это то что его инструменты и его духи подсказывают что да действительно разводиться я тоже вижу семью как перевернутую но не готовность принять окончательное решение которое базируется на имущественных вопросах поэтому я бы вам сказала что здесь вам нужно четко продумать имущественные вопросы и возможно даже рекомендую получить мои подсказки и подсказки а вот в этом на персональной консультации а я надеюсь вы меня услышали ваше решение в принципе давно вами принято но вы не готовы перейти к действиям и здесь пора переходить к действиям но разумно пожалуйста останьтесь сейчас на линии моя помощница подскажет вам когда вы сможете получить консультацию мою и аву и рекомендации от нас как вам правильно поступать в этой ситуации мы сделаем более детальный просмотр договорились да я конечно я согласна на более детальный просмотр потому что как-то это все спонтанно мне кажется решение спонтанное решение когда вы четыре года жуете эту жвачку разводиться или нет это уже не спонтанное решение это решение которое вы не готовы принять которое уже прокисло а не давайте все-таки более детально не хочу ругаться на вас потому что здесь вот хочется постражить прямо вот так в некоторых моментах давайте ты понимаешь о чем я да давайте все таки на персональной консультации я женской стороны как мастер аву с мужской стороны вам подскажем наиболее комфортный для вас обоих выход в этой ситуации окей да все тогда пока до свидания останетесь на линии чтобы ира назначал вам дату нашей встречи спасибо конечно да спасибо до свидания благодарю вас за вопрос я говорю о встречах потому что сейчас ну все встречи у нас проходит удаленно и все встречи проходят у нас с нами через телеэкран или через телефонный режим да и если вы хотите задать ваш вопрос это тоже такой кардинально садбоносная до ситуации позвоните пожалуйста прямо сейчас если у вас есть какой-то наболевший вопрос россия плюс 7 499 677 17 93 украина плюс 38 094 711 41 13 германии плюс 49 211 946 241 51 я жду ваши звонки мы готовы отвечать на эти вопросы меня удивляют люди которые предпочитают жить в некомфортных отношениях из-за страха остаться у разбитого корыта 1 да но что я могу сказать по своему опыту на самом деле люди не остаются когда даже что-то тяжело и плохо не только потому что они друг другу привыкли а еще и потому что есть просто определенные то что называется кармические отработки то есть душа в случае я увидел 4 пентаклей которых соединяет там единственно кармическая отработка научиться честно поделить друг с другом нажитое да понятно что у нас есть багаж когда мы проживаем определенный срок это дети это на что имущество это часто бизнес какие-то сокровища это совместный опыт но разводиться тоже можно комфортно оставаясь с друзьями и следуя дальше по жизни если у вас закончились отношения это не значит что вы не встретите другие если вы не можете долго встретить другие отношения ой здравствуйте у нас снова гость мы слушаем вас здравствуйте как зовут вас меня зовут эльза эльза вы из германии за звонить из германии я хотела проконсультироваться да слушаем вас эльзач какой вопрос у меня не складываются любовные отношения уже давно кто мне нравится тот этому я не нравлюсь и наоборот почему так происходит хорошо эльзачка можете сейчас нам для просмотра назвать мне надо это либо дата вашего рождения либо количество полных лет и аву надо имя вашей мамы для просмотра хорошо мою маму звали юанна она уже восемь лет как упокоилась мою моя дата рождения 21 12 1957 хорошо эльзачка слушайте нас телефончик осмотрите по телевизору мы сейчас начнем просмотр а вас со своей стороны я со своей одновременно на время не может пойти себе его и бог бы Я вижу так, во-первых, горе, окбе, то что в первую очередь знак сознания, знак огня в том числе. То есть я считаю, что первичная проблема, вот здесь, если, допустим, в другом каком-то случае я могу видеть какие-то внешние влияния, то здесь в первую очередь это вопрос в вашей голове. На самом деле вы настолько уже привыкли к тому, что у вас личная жизнь неудача, что вы уже это поддерживаете, и это, по сути, стало как уже сущность. Я бы это назвала самоблоком, потому что я вижу, да, извините, Эльза, это страх близости и страх поверить в то, что тот, кто вам нравится, действительно может увидеть в вас ту самую свою прекрасную половину или там лучшую часть своей жизни женскую. И вы застыли в этой паузе. Я бы сказала, что здесь уже как снежная королева. Знаете, надо немножко вас оттаивать, наполнять вашу силу сокровенным, потому что вы в первую очередь утратили веру, небеспочвенно. Было и предательство, были и раны. Есть такой момент, Эльзочка? Плохо слышно. Она в телевизорно слушала. Да, да, точно. Было предательство, да? Было предательство, да. Смотрите, вам нужно вернуть то, что я вижу, и в принципе, а вот то же самое, я уже так объединяю. Веру в вас, прежде всего, веру в любовь, и открыть вам возможность вашу собственную встречи, то есть убрать вот этот самоблок. Добавь что-то буквально коротко. Да, сто процентов. На самом деле, эта проблема действительно застоявшая, и у некоторых даже практиков это может выскакивать, как будто бы кто-то со стороны поработал, потому что вот это вот ваше одиночество, оно уже на информационном энергетическом уровне, оно уже стало как отдельной сущностью. На глубинном прямом уровне. Да, в том-то и дело. То есть это то, что еще в нашей традиции может называться как самопроклятие, что ли. Ну, самопорча, самоблок, самопроклятие. Здесь надо работать с вами, Эльза, можно вам помочь. То есть есть карта Иерофанта, которая у меня вышла, есть сверху соизволение на то, чтобы вы встретили все-таки свою судьбу, ваши ключи соединились. Но нужно убрать вот этот блок, причем он и на корневой чакре, и на сакральной верхней коронной. Причем добавлю, в данном случае ни в коем мере не влезайте третий в чьи-либо отношения. Она уже это знает, она это прошла, по-моему, Эльза. Да, вы уже прошли, когда вам третий влезал в отношения. Давайте мы более детально с вами, если вы не возражаете, Эльза, рассмотрим ваши вопросы, потому что я не хочу подумать все то, что вижу, понимаете, да, в прямом эфире. Хорошо. Останьтесь, пожалуйста, сейчас на линии, и более детальную консультацию вам назначит моя помощница, либо я, либо Ава, с вами свяжемся, и просмотрим на более глубинном уровне. Вам можно помочь, более того, ну, судя по иерофанту, даже в ближайшее время, если убрать горести и печали, которые нагромождены уже в вас. Хорошо, давайте так. Договорились? Все, благодарю вас за вопрос, вам доброго вечера и до связи. До свидания, Эльза. Спасибо большое вам обоим. До свидания. До свидания. Спасибо, взаимно. Вот сердечная женщина, слышно, что знаешь, такая вот и приятная энергия и так далее, а из-за того, что когда-то столкнулась с предательством, вот знаешь, трещина заложилась, и уже недоверие, и другому, и себе. Она вроде и готова поверить в любовь, но не может, как будто перепрыгнуть. Ты понимаешь, о чем я? Да, конечно же, понимаю. И тут получается от того, что человек поглощен горестью, его разум как бы засыпает, а как известно, что он разума знает чудовища. Сейчас, подожди, телефон я проговорю. Германия, плюс 49, 211, 946, 241, 51. Если у вас есть вопросы, любые ваши вопросы, касающиеся вашей судьбы, звоните, задавайте их. Я хочу сегодня, чтобы мы ответили, как можно большее количество вопросов. Россия, плюс 7, 499, 677, 1793. Украина, плюс 38, 094, 711, 41, 13. Я понимаю, о чем ты говоришь, вернусь к нашему разговору. Это про то, что когда ты столкнулся, и вот горький опыт уже есть, даже когда ты вроде бы идешь пошагово к верным отношениям, выставляется впереди вот этот опять поязнь боли. Само собой, разумеется. Я же говорю, то есть человек поглощается горем, и разум как будто его засыпает. А как известно, сон разума ждает чудовищ. И одно из этих чудовищ, это по сути уже такая сформированная внутренняя матрица одиночества. И человек... Она даже идет, вот то, что ты сказал, как энергетическая сущность. Да, 100%. Да, то есть поле засоряется этим. Можно ли решить этот вопрос? Вот я точно знаю, что можно, я знаю, что Ава знает, что можно, и мы умеем это делать. Но вы можете жить годами с этим, к сожалению, и нянчить в себе вот эту поле. Тем более к этому люди привыкают, им становится комфортным, и даже если они, допустим, внешне там задают вопрос... Вроде бы как некомфортно, вроде бы хочу замуж, но знаешь, я когда хочу замуж, надеваю халат, накручиваю бигуди, иду варить борщ, да, из серии, и попускают. Вот если вы действительно хотите замуж, и встретить свою пару, давайте вместе с вами разберемся, что не так в сердечке, или в голове, или в любой другой энергетической точке вашего энергетического организма, для того, что стало причиной, да, как ее убрать. Это нужно просмотреть на диагностике, выяснить, методов много, на самом деле. Иногда эти методы бывают абсолютно просты для мага, ну как просты, понятно, да, когда они понятны, тогда они просты. То есть маг может вам в этом помочь, да, не важно какой традиции маг, но если вы не готовы к этому, то мы не сможем, и у нас есть уже тот, кто верит и готов спросить у нас о своей судьбе. Здравствуйте, вы в эфире? Да, да, я... Алло, здравствуйте, как ваше имя? Готова, готова спросить. Так, имя ваше как? Меня зовут Катя. Катя, очень хорошо, что... Какой вопрос привел вас, Катерина? Здравствуйте, я бы очень хотела бы спросить, почему так сложилась моя судьба, вот несчастлива, как я считаю. А несчастлива судьба именно в женском плане вы имеете в виду, Катюш? Да, в женском плане, да. Скажите мне дату вашего рождения, а Аво имя вашей мамы? Дата моего рождения 10 марта, а маму мою зовут Валентина. Хорошо, давай смотреть. Динамик Каласович. Мы будем еще в чем причина несчастливой судьбы Екатерином и Валентином. Начинай ты, я пока не смотрю. Твою гунду, Ева. Говорю сразу, это не ваша вина. Я вижу вот здесь исключительно в первую очередь влияние родовое. Да, у меня тоже подтверждается, я извини, буду вторгаться, десятка пентаклей, ты знаешь, что это про родовые, про три поколения, которые связываются, ну, на браках, на разном уровне. Поэтому здесь как бы не к пра еще исходит, ты понимаешь, о чем я. Да, и если все-таки совместить наши результаты, пентакли, деньги, материальные, значит, в вашем роду, в вашем роду, кто-то неправильно поступил в отношении денег или материальных благ, либо кого-то обманул, либо дал какую-то большую сумму не тому, кому нужно, либо забрал там, где не нужно. И, возможно, это наследственные вопросы, судя по десятке пентаклей, да, и по рыцарю пентаклей, и шестерке пентаклей брать-давать. То есть, наследство неверно разделенное, и там оттуда пошло родовое проклятие, которое у вас выразилось вообще в глубинном одиночестве и в вашей, я бы сказала, без радостности даже. Да, пожалуй, так. Да, да, да. Да. С этим можно работать, но говорю сразу, это зачастую очень небыстрая работа. Щепетильная и скрупулезная, но реально достичь и женского счастья, Кать, какой бы ни был возраст, и сколько бы негативного опыта у вас не было, достичь женского счастья, возможно, если вы готовы дать свою руку мне и Алу, мы вас сопроводим к вашему браку. Или мне, или Алу, вы можете выбрать, как и одного из нас, так и работать с нами двумя. Вы готовы сделать шаг в сторону своего счастья? Тогда сейчас оставайтесь на линии, и моя помощница назначит вам встречу либо со мной, либо с Алу, у кого-то у первого есть свободное окошко, я не знаю, потому что мы уже не успеваем вести свои графики. Я вам благодарна за вашу искренность, не теряйте веру и обязательно сделайте шаг в сторону своего счастья. Спасибо. Обнимаю вас, не грустите, пожалуйста. Всего вам доброго. Спасибо. Всего будет все хорошо. Еще раз напомню, для тех, у кого может быть вот сейчас опять надрыв, такое сердце, ты слышишь, с каким надрывом, да? Если Эльза, она все-таки вот более светло, еще к этому относится, разумно, то здесь уже прямо с надрывом. Эльза, вам тоже благодарна за звонок. Германия, звоним, плюс 49 211 946 241 51, Россия, плюс 7 499 677 17 93, Украина, плюс 38 094 701 41 13. Прямо сейчас вы можете попасть в прямой эфир, задать вопрос. Либо мне, либо Ава, либо нам обоим. Мы оба участники 18-го сезона битвы экстрасенсов. Это один из сильнейших, как я считаю, ну, я не скромная, поэтому я считаю, что наш сезон вообще самый лучший. Хотя, несомненно, другие практики в других сезонах тоже сильны. Но именно сейчас я здесь вместе со своим гостем и другом, коллегой, мастером Ава в прямом эфире по шоу экстрасенсы «Новый этап. Раскрывая тайны». Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Вы видите нас в битве экстрасенсов, вам кажется нереальным возможно попасть к нам. Но прямо сейчас вы можете задавать ваши вопросы и получать ответы те, которые мы видим. Да, это быстрый ответ, это не детальная проработка. Конечно же, детальная, глубинная диагностика, она требует времени. В любом случае, наши союзники главную подсказку, которую можно дать основную опору, прямо сейчас. Ключ сразу, да? 100%. Но всегда есть детали, которые необходимо учесть в работе и вот щепетильно все просмотреть для того, чтобы правильно подобрать метод, через который мы будем взаимодействовать. 100%. Ну, это как в медицине. Многие исследования, анализы нужно делать в динамике на протяжении времени, чтобы понять, в чем же делать. Да, вы можете прийти к доктору, он может вам сразу вроде бы поставить с одной стороны диагноз, но для точного назначения лечения отправляет вас на массу или не массу, но абсолютно необходимые для этого анализа либо исследования. Точно так же мы применяем несколько техник для просмотра вашей ситуации, чтобы дать вам ответ здесь и сейчас и для того, чтобы найти путь решения вашей проблемы. Это сейчас прямой эфир. Мы прямо сейчас сам находимся в студии в режиме реального времени. мы не дома, у нас карантин происходит вместе с вами, так получилось или так сложилось. Господи, я уже забывала какую камеру смотреть, но это не важно. Мы находим возможность приезжать к вам, потому что мы считаем нашу миссию как спецслужба, потому что когда болит душа, это страшно. Это, мне кажется, с этим вообще невозможно долго жить. Да, несомненно. Особенно грустно, когда видишь, что сложные ситуации у людей это... У нас еще одна, по-моему, сложная ситуация. Снова звонок. Извини, перебиваем. Здравствуйте. У нас гость в студии. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Елена. Очень приятно, Елена. Так, Леночка, что вас беспокоит? Какой вопрос? У меня проблемы с сыном. Он у меня подросток 16 лет потребляет наркотики. Ага, зависимость там. Сформулируйте вопрос, можно ли решить эту зависимость или что? Сформулируйте, Леночка. Мне нужна вообще помощь. Я куда ни тыкаюсь, не могу найти помощи. Желаний у подростка нет. Все эти проблемы разрешить, не идет на контакт. Лен, вы из Германии? Да. Легкие наркотики или тяжелые? Можно уточнить? Вы знаете, он курит траву, но у меня есть подозрение, что что-то еще. То есть, какие-то таблетки либо порошки, да? У меня есть такие подозрения. Может быть, он это употребляет недавно, что-то еще, но курит траву он уже. Хорошо. Я не смогла бить тревогу в прошлом году в мае и никак не могу. То есть, уже год-полтора, как у него есть эта зависимость? Ну, думаю. Я узнала об этом год назад, где-то чуть меньше. И, ну, вот, бью в колокол и не могу лицо. Леночка, понятно. Скажите, пожалуйста, имя вашего мальчика и назовите мне день и месяц его рождения. Александр. 4 августа 2003 года. И еще один вопрос. Вы одна его воспитываете? Нет. С мужем? Да. А имя супруга, если готовы, если не готовы, то не нужно. Владимир. Спасибо большое. Я начинаю со своей стороны. Я со своей... Конрэн и Летте. Ну, хорошо. Конрэн и Летте. Знак пути, знак дороги. Он не может найти свою дорогу. И это вызывает в нем достаточно сложные ситуации, сложное состояние. И... Вплоть до агрессии, извините, перебью, прости, пожалуйста, то, что вижу, да? Вплоть до агрессии и отсутствие веры в опору. Он таким образом заслоняет свой свет. Ты можешь сказать, можно ли помочь? Да помочь можно, только вы должны понимать, что препараты, которые он употребляет, наркотики, это не является причиной, то есть самой по себе причина в данном случае совсем другом. Причина в том, что у него есть определенные вопросы, на которые он не может получить ответы. А агрессия в эту сторону, она в большинстве случаев скорее даже усугубит ситуацию, чем как-то поможет. Я понимаю... Ты имеешь в виду давления мамы и папы? Да, конечно же. То есть те ответы, которые он ищет не просто в наркотиках, но в среде, которая связана с этими наркотиками, в идеале он должен найти в менее деструктивных направлениях, так сказать. То есть в семье или в каких-то нормальных друзьях. Он может быть даже боится лишний раз сейчас уже задавать вам эти вопросы, но суть не в этом сейчас. Понятно, проблема, понятно, корень проблемы, скажем так, понятен. Ты можешь сейчас дополнительно посмотреть и дать однозначный ответ, пока подросток не готов, можем ли мы через мать его подвести к тому, чтобы он был готов к работе дальнейшей и выходу из этого? Леночка, вы слышите нас, да? Я слышу. Можно? его подвести на Ну да, здесь однозначно видно, что необходимо влиять на его сознание, то есть тут не надо думать о том, что это какое-то там порча и так далее, то есть это работа с... Это даже как защита. Да, то есть нужна работа непосредственно с его сознанием, то есть здесь на самом деле нужны не только специалисты, такие как мы, но здесь также не лишним будет и обращение к семейному психологу, для того, чтобы нашлась коммуникация между вами тремя. То есть работа нужна семейная, здесь у тебя это отражается и с мамой, и с папой, и с ребенком, но, Лен, я бы предложила вам начать, давайте начнем через вас работать, чтобы вы могли для себя найти правильные шаги, чтобы каждый ваш шаг был абсолютно верным, на этом пути к сердцу ребенка. То есть ваши разговоры сейчас пустые, даже раздражающие его. Да, на самом деле в итоге я вижу, что основную помощь он может найти через мужскую энергию, то есть либо через отца, либо, допустим, он найдет спортивную секцию и постигая там какие-то боевые искусства. Что-что? Спортом мы занимались много лет, сейчас все это оставлено. А каким спортом занимались, Леночка? Ледовым спортом. Еще раз? Ледовым. А. Смотрите, давайте мы сделаем так, а вот ты возьмешься за пока сопровождение мамы, чтобы у нее вот установился контакт, ты понимаешь, да, чтобы ребенок вернул доверие. Да. У ребенка зародилось заново доверие. Лен, для этого пока нужно поработать с вами. Останьтесь сейчас на линии, если вы готовы. Мы готовы протянуть вам руку помощи. Ава возьмет вас в сопровождение, да, для того, чтобы сердце ребенка попросилось к вам обратно, и он начал искать ответы правильные, да, через правильные пути, скажем так, ой, извини. Услышали меня, Лен? Да. Готовы? Да. Готовы. Я точно вам скажу, вот опять не выпадал иерофант, есть выход, есть путь, не бойтесь, не закрывайтесь от помощи, правильно делайте, что стучите во все колокола, но не стучите ему сейчас в голову, да, условно, о чем Ава говорил. Сто процентов, то есть... Его в покое, скажем так, оставила. Сейчас оставили его в покое, да, Лен? Никаких скандалов, ничего, но он даже не хочет общаться. Лен, давайте мы с вами пошепчемся, ну, условно, я говорю, пошепчемся, поработаем в персональной консультации, Ава подскажет вам свои ключи, если надо будет, я тоже подключусь, но я думаю, что все и так будет достаточно в порядке, и поверьте мне, не такое длинное время пройдет, он сам решит уйти от этого. Да, конечно же, с вашей помощью, но и с опорой и на папу, и я думаю, что не просто такова сказал, скорее всего, здесь и возвращение в спорт будет. Да, я думаю, да. Лен, услышали? Да. тогда сейчас, не теряя веру, оставайтесь, пожалуйста, на линии, наша помощница назначит вам встречу Саву, ну, термин, телефоны, да, и мы вместе найдем путь к его нормальной, здоровой жизни, потому что сейчас очень важно быть здоровым и иметь незатуманенный рассудок. Два слова буквально. И смотрите, самое главное, самое главное, вы всегда понимаете, что ваш ребенок, ваш сын, это личность, это первое. Второе, очень многое зависит от вашего внутреннего энергетического состояния. Я понимаю, что вам тяжело, но если вы находитесь в депрессии, то это очень сильно влияет на вашего сына. Вообще, вот хочу сказать, вам и вот всем родителям. То есть, если, допустим, отец влияет на дочь, то на сыновей кардинально влияют матери. И здесь вы сами должны собраться и иметь твердую веру и твердое намерение, что ваша коммуникация с сыном наладится. И тогда вы сможете понять, какой ответ он ищет в наркотиках. Ты понимаешь, она сейчас утратила тоже опору уже и веру. Ты ей можешь на это время дать, пока у нее это возродится? Да, конечно. Лен, слышите? Да. Ава подставит вам свое мужское мастерское плечо на этом периоде для того, чтобы у вас все восстановилось. Он не потерянный и не безнадежный. И это главное. Хорошо, спасибо. Хорошо. Все, доброго вечера. Продолжайте нас смотреть. Спасибо за такое откровение. До свидания. До свидания. Прямо сегодня я не знаю. У меня уже мурашки по телу, потому что сложные, житейские вот такие бытовые истории и 16 лет. Ты помнишь себя в 16 лет? Да, я помню, конечно, себя в 16 лет. Понятно, мы все шалим, да, какие-то есть шалости? Да, да. Но я понимаю тревогу мамы. Конечно же. Ну, самое главное, что, во-первых, мама не перестает все-таки где-то искать ответы, да, а во-вторых, все-таки не пытается действовать через какое-то психологическое насилие. Да, очень важно то, что она сказала, я сейчас уважаю его, и то, что даже он бросил спорт и все остальное, но она ищет вот эти вот нежные, что ли, трогательные такие материнские кричи, слушай, я знаю, я чувствую, что ты поможешь, я правда тронута этой историей и никогда не сталкивалась слава тебе, господи, с историей зависимости в своей семье, да, но на клиентской практике и ты, и я знаю, насколько это тяжко, и с зависимостями можно и нужно работать, господи, я уже не помню, куда смотреть, но не важно, я знаю, что я сейчас разговариваю с вами сердцем, разговариваю с вашими сердцами, я знаю точно так же чувствую твое сердце, что ты действительно идешь по пути сердца, да, помогая людям, и это важно, не стараясь это делать, и это важно, да, так как говорят, есть левый пути, и справа, есть середина, а середина в любом случае пролагает через сердце, пролагает, пролегает через сердце, если у вас, не дай бог, или, ну, вот не важно, почему так сложилось, мы можем посмотреть, почему, и можем найти решение вашего вопроса, мы соединяем свои, казалось бы, чуть-чуть разные даже, да, такие практики, в помощь вам, и если у вас есть сложные вопросы, прямо сейчас из России вы можете звонить, плюс 7, 499, 677, 17, 93, Украина, плюс 38, 094, 711, 41, 13, и Германия, плюс 49, 211, 946, 241, 51, это прямой эфир, мы где-то сбиваемся, возможно, это живой, абсолютно процесс, мы живые, я чувствую каждую энергию, каждую боль, того, кто звонит, ну, конечно, не в таком формате, но ты понимаешь, о чем я, да, то есть ты всегда чувствуешь вот этот оттенок, вкус, и вообще, что человеку пришлось пройти до того, как он даже вот сделал этот смелый шаг, я считаю, что это смелый шаг позвонить, да, 100%, ну, я думаю так, что самое главное, даже не столько почувствовать, тем более, тут я не открою никаких секретов, что женщины практики лучше чувствуют, чем мужчины, ну, это такая вот природа у вас, такая отдаемость, но более тонко, конечно же, но в первую очередь, я чувствую пути и способы решения проблемы, и даже если я не вхожу в сильный эмпатический контакт, то я так или иначе вижу, как в итоге помочь человеку. мужчина в любом случае и в семье всегда старается сохранить более холодную голову, ну, скажем так, это нормально и правильно. Я тоже вижу пути, иногда мы можем делать даже какие-то совместные практики в плане, я со своей стороны, Ава со своей, мы в битве, ты помнишь эти семь грехов, когда мы все соединились, вот как раз тот кусок, который мы сегодня показывали, кусочек испытания, мы все тогда соединились, я опять пошла против правил, как и ты, впрочем, для того, чтобы каждому из семи присутствующих мы могли помочь. Конечно, да. И мы готовы не только соединяться, мы готовы идти навстречу вам, отвечать на ваши вопросы и прямо сейчас готовы принимать ваши звонки, потому что время быстротечно и оно как-то очень быстро пробегает, но еще быстрее иногда пробегает жизнь, когда человек стоит в тупике и не находит ответа. Да, несомненно. Вроде бы обычно людям кажется, что когда человек в тупике, то наоборот все медленно, а потом вдруг выходит и понимает, черт побери, да сколько же времени я потратил на то, что просто упирался в стенку, хотя вокруг огромный мир. А иногда казалось бы, да, вот тупик, вот угол, да, человек зашел и стоит, ему развернуться надо точку зрения поменять. Вот у нас опять есть звонящий. Здравствуйте. 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 Как зовут вас? Галина меня зовут. Галиночка, откуда вы нам звоните? Ну, на ваш прямой эфир я звоню с Германии. С Германии, да, вы в прямом эфире сейчас. Скажите, пожалуйста, мы просто, мы по всей Европе нас видит не одна страна, поэтому я уточняю. Скажите, Галина, с каким вопросом вы? Ну, я с вопросом, у нас с мужем идут скандалы очень часто в последнее время. Вроде как, если случится какая-то беда, мы все время вместе. Если что-то происходит, просто вот на какой-то просто простой почве мы начинаем скандалить. Хотя он у меня и работящий, и все на свете. А вот еще я сильно стала болеть. И я боюсь, как бы, что мне это сделали. Ага, Галочка, скажите, пожалуйста, имя вашего супруга, имя его... Вильгельм. Вильгельм. Имя его мамы и имя вашей мамы? А вот надо для просмотра. Моей мамы имя Зоя. Да. А Вильгельма? Ой, что-то прямо аж растерялась, не знаю. Господи, ее уже нет на свете, поэтому я... Ой, что-то я растерялась, не могу сказать. Сможешь посмотреть. Ну, мы постараемся посмотреть. Итак, причина ваших недомолвок и нет ли на вас негативного воздействия. Вильгельм и... Галина. Галина Омо... Зоя. я ночь, бою, я ночь, бою, я ночь, бою, я ночь, я ночь, бою, бою, я ночь, я ночь, о чем причина. Нагласили. Лиля зовут маму его, Вильгельма Лиля зовут маму. Лиля? Да, Лиля, но ее уже не доживут. Спасибо. Так, ну... Слушайте, сейчас Аба говорит вам ответ на ваш вопрос. Во-первых, если вы предполагаете, что вам что-то сделали, в данном случае вы не зря предполагаете. Да, действительно, Овонин, шокбе, это достаточно сильный знак колдовства. Колдовства, кстати говоря, через перекрестки. Не обязательно, хотя, скажу вам, в Германии достаточно сильная есть община вот моих собратьев по традиции. Несмотря на то, что у нас очень суровые моральные кодексы, все-таки нечистоплотные практики тоже имеются, которые без всякого ориентира на духовные законы вредят другим из каких-то там своих побуждений. Поэтому тот факт, что в трудную минуту ваш супруг всегда с вами вам помогает, а при этом в каких-то ситуациях беспочвенных проявляет агрессию или конфликтность, да, это однозначно знак того, в данном случае, что действительно сделано. Конечно же, скажу вам сразу, любой негатив, любая порча, проклятие, она цепляется за те слабости, которые уже есть. То есть, если человек проработан полностью или если союз людей хорошо проработан и построен, это почти невозможно что-то людям сделать. Разрушить союз невозможно, но внести в него, посмотри просто на мою карту, вот видишь, что на мужчине висит, ты видишь, да, просто, ну, объясни, я не буду, давай ты закончишь эту конференцию, просто тебе те карты, которые мне прям выпадают. Я понял. Значит, в данном случае, в данном случае, это нужно перепроверить, потому что в таких случаях я много раз перепроверяю всегда, но я вижу, что здесь сделано и что здесь, как бы, подсажена сущность, которая проявляет агрессию. Ваш мужчина, Вильгель, на самом деле достаточно волевой человек. Да, да. Не зря все-таки он носит имя легендарного. Порядочный, я бы даже сказала. Да, да. То есть он все-таки не зря носит такое достаточно легендарное имя, там, правители Германии. Вы знаете, можно мне еще один вопрос вам задать? Извините, что я вас перебила. Дело в том, что он когда-то мне, сколько-то лет назад, он мне изменил. Может быть, из-за этой почвы у нас... Вы хотите уточнить, не связано ли это негативное воздействие с той изменой? Да, да. Уточнишь? Так, я уже оставляю вас. Вроде вспомнили имя мамы. Вильгельм Лиля. Я просто в медпроицей не бывает не здесь нахожусь. Я подскажу тебе. Вильгельм Лиля. Боя обращающего измена... Лиля, Лиля, не Лиля. Дайте минуточку нам, секундочку. Измена Вильгельм... Лиля, Лиля. Лиля. связанность с конфликтом в регионе. Мария с... Человек, который общаюсь... Ну, тут даже не нужно быть специалистом. Все открытые доли, самая старшая позиция. Да, это однозначно связано, конечно же. То есть, увезти не увели, а нагадить нагадили. Переведу на такой житейский, женский. Решаемо ли? Думаю, да. Не буду зааводовать заключение, отдам ему на вердикт, скажем так. Да, я считаю, что это решаемо, хотя застарелые какие-то формации энергетические. но я его простила. Это хорошо. Это очень важно, конечно же, но с ним, может быть, работа, будем говорить так, небыстрая, из-за того, что просто это достаточно затянутая и длительная ситуация. Ну, вот тут можно сравнить, как неаккуратно люди со случайными партнерами могут что-то подхватить. Это энергетическая грязь. Знаете, вкрапления остались на его энергетическом теле, я просто чуть быстрее скажу. И эту грязь надо убирать, потому что она и по здоровью, и по психике бьет, и по всему остальному. Давайте, Галочка, так, Галина же, я уже совсем тоже вышла в астрал. Галиночка, давайте мы сделаем следующим образом. Вы останьтесь, спасибо большое. Вы останьтесь сейчас на линии, проблема решаемая, агрессию надо убирать, скандалы вот эти надо убирать, потому что вы однозначно судьбоносная пара, то есть, ну, ты видишь, да, брак прям, не разбили, как не старались. Но, зачем же вам проживать в негативных энергиях, и тем более, это уже касается вашего физического здоровья. Возьмешься за человека? Да, возьмусь. Хорошо, тогда оставайтесь, Гал, если вы не против, если вы готовы поработать с ААО, над этой проблемой, и решите убрать это воздействие, то оставайтесь на линии, помощница назначит вам сейчас время, хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое за доверие и за звонок, за прямые вопросы. я вас сегодня видела, когда показывали экстрасенсов, я смотрела на вас. Ну вот, хорошо, вот, наши мамы и тут, и там показывают, а теперь мы еще раз в прямом эфире у вас в гостях закончили повтор битвы, и вот сегодня, прямо сейчас говорим с вами, вы видите, да, все вот живое, не дадите соврать. Все, спасибо огромное, обнимаю вас, ваш вопрос, решаем. Останьтесь на линии, не кладите трубочку, вам назначит время для того, чтобы мы могли поработать с вами, хорошо? Окей, окей. Все окей, доброй ночи. Всего доброго. И вам того же. Сюда. Ну вот, смотри, какие сегодня, да, вот такая вот заваруха, какой-то клубок змеиный, все вокруг вот брака, да, и вот эти все вещи, но, понятно, с одной стороны, кризисное время всегда выявляется, там где тонко, там и рвется, да, как говорят. Подожди, напомню телефон и продолжим. Еще осталось 10 минут, это прямой, вот прям, прямейший, из прямейших эфиров, да, вот сейчас у нас в эфире была Эльза, Галина, Катерина и так далее, все. Германия, звоните, плюс 49-211-946-241-51, Россия, плюс 7-499-677-1793, Украина, плюс 38-094-711-41-13. Единственное, что я вас прошу, звоните, пожалуйста, со своими честными вопросами, не, ну, не занимайте линию, если вы просто звоните, пошутите, давайте говорить о том, что наболело, мы готовы работать для вас, в столь позднее время, мы открыты к диалогу, мы готовы внедряться в те проблемы, которые мы видим. Какое у тебя впечатление от сегодняшнего эфира, вот от сегодняшнего звонка? Знаешь, несмотря на то, что вопросы-то достаточно тяжелые и даже грустные, но все-таки радует, что на волне вот всей разрастающейся паники, особенно мы знаем, что в Европе это много сильнее, чем у нас, люди все равно не спрашивают, а умру я от вируса или не умру, и там, что мне делать, и так далее. Люди готовы жить, и дальше живут, дальше как-то... Решать свои жизненные задачи, вопросы. и это просто замечательно, и я считаю, что пока все-таки люди идут с житейскими вопросами, с тем, что связано с жизнью, значит, все-таки мы побеждаем смерть, болезнь. у нас снова гость, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Галина, я из Германии. Галина из Германии, так, здравствуйте. Так, слушаем вас, Галочка, с чем вы здравствуйте? Я из 57-го года рождения, но в жизни у меня постоянно какие-то получается в жизни неприятности много, и нет ли на мне порчи. Ага. Скажите, Галя, имя вашей мамы? Вера. Вера. И дату рождения мне скажите, день, месяц? Февраль 57-го года рождения. Хорошо. Я тебе просто покажу, что у меня, сочетай. Если важно, если нету, только свое внимание. Ответ да. Галь, если вопрос стоит, есть ли на вас воздействие в виде порчи, Смотрите, я спросил даже вот так вот, я спросил не просто о порчи, а вообще о негативном, оккультно-магическом воздействии. Да, действительно есть. Является ли оно сильным, то есть баланс между тем, что вам сделали и ваши личные там неправильные действия, поступки, мысли. Так вот, максимум это наравне. То есть, я бы сказал так, что это воздействие не является корнем, оно является скорее как триггером, как чем-то, что побуждает. Вы либо очень ждали, либо где-то, ну, к сожалению, оступились, ну, в каком-то поступке, своей судьбе, да, и на самом деле, я бы даже отнесла, прости, ну, из того, что вижу, к Кладбищенскому, ты видишь, да, ну, зацементиру... ты понимаешь, о чем я говорю, да, цемент, то есть, человек уже, ну, туда отнесли, понимаешь, о чем я говорю? Ну, пусть отнесли, но... это не значит, что кончено, жизнь это нельзя решить. Да. Закончи, пожалуйста, потому что у меня голова разберет. То есть, в любом случае, то, что сделали против вас, это не делали как-то супер профессионально, как минимум, потому что вы к нам дозвонились, это, во-первых, во-вторых, здесь ваши поступки, мысли играют не меньшую роль. То есть, в данном случае, кроме снятия негатива, то есть, снятия вот этого воздействия, чистки, постановки защиты, еще и нужно также и работать над вашим сознанием. Убрать страх порчи, вот этот, и допуск на то, что вам вообще можно это сделать. Потому что у вас есть в вашем, ну, энергетическом коде вот этот допуск на то, что вам это можно сделать. И это по роду неоднократно у вас не первая порча по роду, я бы сказала. Понятно. Смотрите, Галь, не везет понятие очень общее, вы знаете, о чем я говорю, давайте более детально рассмотрим это на персональной консультации, потому что у нас заканчивается практически время, может быть, кто-то еще успеет дозвониться. Вы услышали ответ на ваш вопрос? Да. Готовы решать эту проблему? Да. Тогда останьтесь сейчас на линии, или со мной, или с Ау, вам назначат консультацию по вашему выбору, вы, пожалуйста, уже скажите, помощница с кем. И, да, однозначно это решаемый вопрос, свет в конце тоннеля есть. Спасибо. Спасибо вам за доверие, за звонок. Да, до свидания. До свидания. Смотрите, осталось буквально практически 5 минут эфира, но вы еще можете успеть дозвониться. Германия, плюс 49 211 946 241 51, Россия, плюс 7 499 677 1793, Украина, плюс 38 094 701 41 13. Это прямой эфир, у нас осталось буквально 5 минут, но очень коротко, мы сможем посмотреть ваш вопрос. Вот то, что я говорю, энергокод и допуск, да, на то, что ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Ну, вернее, я знаю, что ты понимаешь. Да, 100%. Вот я хочу рассказать о такой штуке, которая очень известна многим из Вуду, это когда ножки курицы подбрасывают там под дверь или что-то еще, и люди думают, что это страшная порча. Значит, я как человек, который это изучает, занимается, скажу сразу, это вообще не техника наведения порчи, это техника наведения страха. Для того, чтобы в вашем энергополе открылся допуск, и по вам уже как-то негативно работали. Человек бесстрашный, человек, который победил свой страх, он практически непобедим. То есть, вот этот подброс, любой подклад, в принципе, не только окуриной ножки, не всегда несет саму негативную энергетическую программу, сколько включает в вас пиковое состояние страха, а всегда любые воздействия делаются на пиковом состоянии, либо горе, либо счастье, веселье, как говорят на свадьбах и на похоронах, да, или во время кризиса. Сейчас тоже, кстати, если вы подадите страху, прям ловко могут, ну, даже не хочу, можете быстро заболеть, да. Ну, вы можете получить любой сейчас энергетический удар, к сожалению, поэтому о защитах все-таки стоит побеспокоиться, если вы знаете или когда-то в жизни уже сталкивались с тем, что на вас на воде лепорт. Еще давай сюда смотреть. Итак, Германия, плюс 49, 211, 946, 241, 51, Россия, плюс 7, 499, 677, 17, 93, Украина, плюс 38, 094, 711, 41, 13. Какое-то время после эфира я и мои помощники будем еще оставаться на линии, и вы сможете задать мне вопросы, либо записаться ко мне или каву на непосредственно детальную консультацию, на которой мы уже сможем в спокойном режиме, не в экспресс режиме. Опять, хочу сделать ударение о том, что это экспресс просмотр. Мы видим корень проблемы, мы видим суть, мы видим, ну, вот по одной карте уже можно, да, что-то сказать. Как минимум, мы видим подсказку, куда смотреть дальше. Да, но, смотрите, в битве экстрасенсов не дашь мне соврать. Одно испытание, от 40 минут до 3 часов мог проходить один участник, да, и у нас было 12, да, вначале даже 13. И этого времени тоже не хватало. И этого времени не хватало, потому что иногда бывает, если вот, так как сегодня, сегодня, нет, не сегодня, если нужно посмотреть судьбу или предназначение, это же вот прям по звеньям надо разобрать, это не два притопа-три прихлопа. И вообще, на самом деле, магия, это не всегда вот раз, и все решено. Если вы долгие годы живете с этой историей, если вы долгие годы живете с таким сложным энергетическим грузом, то даже когда воздействие уже убрали, вашей энергии нужно время, чтобы восстановиться и восполниться, ты понимаешь, да? Ну, несомненно. Ну, вернее, да, как в кустах лечения после антибиотиков людям дают витамины и восстановление, реабилитация, да. Или если там человек повредил ногу, гипс, да, ему, допустим, сделали, потом он идет на реабилитацию разрабатывать ее, да, то есть это массажи, это ряд упражнений, потому что нужно восстановить работоспособность. Точно так же и энергетическая составляющая человека, энергетический организм, который состоит из тонких тел, из каналов, из чакр и так далее, да? Да. Еще раз напомню, прямо сейчас вы можете позвонить Германия плюс 49 211 946 241 51 Россия плюс 7 4199 677 17 93 Украина плюс 38 094 711 41 13 Может быть, вы еще успеете попасть к нам в эфир и мы успеем коротко просмотреть ответ на ваш вопрос. О, по-моему, сегодня было жарко. Ну да, работаем интенсивно. Работаем интенсивно, но знаешь, что радует? Радует доверие. Доверие к своему запросу у человека, что когда человек чувствует, что вопрос назрел, он его задает. Помнишь, даже тот же Рома, который пришел вот на эти 7 грехов, к которому ты пришел и я с ним работал. Он пришел вот такой вот, знаете, ежичек такой и он был не готов совсем даже к работе изначально, да, только потом он понял всю суть груза, даже, которую он нес. Кстати, у него уже была наркотическая зависимость, помнишь? Да, припоминаю, да. То есть, вот сегодняшний эфир с одной стороны очень динамичный, с другой стороны я благодарю вас за то, что вы готовы решать ваши вопросы. Я благодарю вас за то, что вы смело говорите о своих вопросах в эфире. Я благодарна тебе за то, что ты был сегодня у меня в гостях. А я благодарю тебе, что я оказался у тебя в гостях. Мы обращаемся с зрителями на 30 секунд. Что ж, дорогие мои, благодарю, что обращаетесь к нам. не стесняйтесь задавать свои вопросы, даже если вам от них больно и тяжело. К сожалению, я тебя еще позову, у нас прям 5 секунд. Вот, в мире так бывает, что самый сложный путь иногда самый правильный. Но поверите, мы... Пока, 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 пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова